От количества к качеству. Новый Best Training Fest в Красноярске прошел, может быть, и не с таким обилием, как ожидалось, автомобилей, но вот уникальность проектов просто поражает. Здесь сегодня автомобиль Джейпса Бонда и Бэтмобиль, и даже авто, пережившее Абокалипсис. В общем, это была выставка поистине на любой вкус. Литмотивом фестиваля в этом году стал Голливуд и все, что с ним связано. Надо признать, участникам удалось ответить на вызов организаторов более чем достойно. Посмотришь, к примеру, на Cadillac Devil 68-го года выпуска. 7,7 литров под капотом, между прочим, и сразу вспоминается Джим Керри в роли Маски. Ему довелось поездить на таком «Бешеные псы Тарантино», где также снимался этот красавец. Предвыборная компания Ричарда Никсона, тоже недалекого от Голливуда человека. В общем, целая эпоха развития киноиндустрии. А этот реквизит отлично подойдет для фантастического сценария. Автомобиль, который пережил Абокалипсис, или «Бешеный Макс», как его нарекли на выставке в Иркутске. Это был старый семейный универсал Toyota Carino. Где-то начало 80-х годов. Поэтому ее распылили, удлинили на 70 см, добавили пару лишних колес, дополнительную ось. Ну и срезали крышу, сделали пикап. Ну и просто, то есть, как бы, особо машина, так сказать, ей было не жалко. Поэтому все мысли, идеи, болгарка в руки, сварка, и вот как-то так получилось. А вот это вот штуковина похожее, на телескоп, или на пулемет? Ну, изначально я, честно говоря, делал фотоаппараты, как я фотограф, так сказать, в гражданской жизни. Но у меня не получилось. Ну и получилось, там, мега-супер какой-то пластер непонятный, просто что-то. Тут очень много всего такого непонятного. Ну и пластер лучей счастья, да, наверняка? Ну да. Не обошлось и без тех, кто к выполнению домашнего задания организаторов подошел с юмором. Неподалеку от Бэтмобиля, владелец которого, наверное, где-то спасает вселенную, стоит автомобиль Джеймса Бонда. Ну и что ж ты японский? Зато со вкусом. Сбить, но не мешать. Все мы знаем, что Джеймс Бонд купит очень красивые машины, очень быстрые машины. И красивых девушек, это такое. И красивых девушек тоже. А вот у вас там коробочка стоит, будто бы для пожертвований, написано Skyfall. Это на новую операцию Бонда? Да, новую операцию пожертвования собираем. Ну, как видимо, в принципе, неплохо идет процесс. Получится снять фрагмент для следующей серии об Бондиане в Черемушке? Совершенно верно. Хоть там МГМ, там Мэтр Голденмайер, я банкротилась, мы будем снимать. Поклонники японского автопрома теме большого кино предпочли мультипликацию. Но не то Маджири, а аниме. Существование этого дрифта проекта пилота Сергея Московкина стало возможно лишь благодаря спонсорам, журналам Шанс Авто и Редлайн, а также Дорожного Радио. Подобные проекты теперь есть и у автомобильных порталов. И вообще у многих компаний, хоть как-то связанных с колесами. Вообще с появлением Красного Кольца развитие автоспорта и правильного тюнинга, назовем его так, развивается очень активно. И от года к году становится больше пилотов, выше уровень как профессионализма, так и что касается построения автомобилей. Появляются спонсоры, больше бюджета, больше возможностей делать правильный тюнинг и правильный спорт. Судя по количеству пришедших на фестиваль, а это несколько тысяч за два дня, событие не вызвало большого ажиотажа среди гаража, но отдельным красноярцам очень понравилось. Тюнинг автомобилей стал более высокого уровня в том плане, что просто налепить на машину кучу таких охоряшек, это уже не то. Сейчас люди смотрят тюнинг более глубокий, смотрят, что минимум тюнинга, какая-то краска крутая, какие-то внутренности, то есть крутой прокачанный мотор, либо там закись, которая настроена, то есть это все очень интересно, это все развивается. Какой будет главная тема бест-тюнинг-феста в следующем году, пока неизвестно, но уже сейчас можно сказать, что многие проекты из Сибири наверняка отправятся на всероссийские конкурсы, как минимум. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, телефон прежний 292-6-3-единицы, либо пишите на наш сайт afontov.ru. Виктор Самусенко, Игорь Лобакин. Афонтова новости. Продолжение следует...